Итак, друзья, вот мы уже облачились в маске, значит, у нас в студии гость. Сегодня к нам пришел в гости доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и религиоведения, декан философского факультета Крымского федерального университета имени Вернадского Олег Аршавирович Габриэльян. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день и спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. И тема, которую мы сегодня затронем, она, конечно, утренней никак не назовешь, это депортация. И в первую очередь хочется, конечно, сказать, что помним мы и помним, что депортировали разные народы Крыма. Скажите, пожалуйста, все-таки по итогам лет, что можно подчеркнуть и как сейчас все-таки чествует эту дату? Ну, время идет и происходит переосмысление. Были разные этапы этого процесса. Сама депортация имеет различные измерения, политическое, историческое, гуманитарное. Я думаю, что самый правильный подход к этой дате является именно гуманитарным. Любая депортация, любое насильственное действие над людьми, тем более обвиняет тот или иной народ огульно в целом в каком-то преступлении, это совершенно неправильно. И вот с этих, если позиций мы будем подходить, я имею в виду с гуманитарных, то совершенно очевидно для нас, для крымчан, ну, наверное, не только для крымчан, для любого человека доброй, скажем, воли, понимание, что депортация – это есть некоторое такое массовое зло. И мы должны просто помнить об этом. И все наши действия должны быть направлены не только людей, но и политиков на то, чтобы такие вещи не повторялись. Мне кажется, вот этот подход гуманитарный, гуманистический подход к этой проблеме, значит, всех нас примеряет, и все эти измерения, о которых я сказал, право нивелирует главным итогом, главным интегралом всего этого должно быть коммунистическое отношение. То есть это неприемлемо, не бывает народа преступника, лучше в каждом народе искать, а каждый народ достоин этого, то созидательное, то, что он вносит в мир своей культурой, своим существованием как народ, потому что весь он сформировался как народ, значит, он заявил свое «я», заявляет народ свое «я» теми достижениями, которые он привносит, в данном случае, в культуру, в созидательный труд в Крым. Одной из главных задач, действительно, упоминание об этой дате ежегодно является память, в том числе и чтобы новое поколение молодые люди также помнили, знали, чтили и не повторялось, чтобы такое трагедия больше никогда. И я так понимаю, что эта работа плотно ведется, и молодое поколение знает о той трагедии, которая произошла. Ну, крымчане точно знают об этом, потому что то же самое телевидение ежегодно обсуждается на телевидении, в прессе, в средствах массовой информации, в учебных заведениях. То есть для Крыма это не есть какая-то терра инкогнито. Вместе с тем, я бы всем нам посоветовал, значит, обратить внимание на два обстоятельства. Вот, проходит десятилетие, но мы еще не научились сопереживать, понимать трагедию другого народа, да, значит, поставить себя на место его, да, а как ты бы воспринял эту проблему? Каждый остается как бы на своей площадке и с этой площадки смотрит на проблему другого народа. А вот если поменяться, ну, если сделать такую вот, хотя бы психологическую, значит, инверсию, понять другого через его боль, которую он переживал, мне кажется, вот эти вещи надо обсуждать. Потом мне представляется, что, значит, есть вещи, которые надо искать в нашей истории, даже в самых трагических ее страницах, то, что нас объединяет, а не разъединяет, да, значит, вот у нас 75-летие победы, да, и вот я вижу, как оформлена студия, это все правильно, это для нас очень важное событие, но, например, 18 мая депортация крымских татар Амедхан Султан, это тот герой, которому, наверное, все крымчане преклоняются, вот такие вещи нас объединяет, вот это должно для нас быть главным и в настоящем, и в будущем. Вы вот отметили молодое поколение, мне кажется, вот на таких героях, на нашей общей истории, да, тем более в год 75-летия победы, мне кажется, это то, что надо пропагандировать, причем здесь слово пропаганда не в каком-то уничижительном смысле, да, а в самом позитивном смысле. Просто просвещать даже в первую очередь, да? Да, вот вы хорошее слово нашли, просвещение это куда лучше, чем пропаганда. Ну и дело в том, что с учетом того, что Крым настолько многационален, вы правильно говорите, что разъединять это последнее, что нужно делать. И Вильдан спрашивает о том, какие вообще работы проводятся, а в том числе и в университете. То есть сейчас во время дистанционного обучения можно ли проводить какие-то уроки, мастер-классы, как раз такие... Открытые беседы, паблик-ток, что-нибудь в этом вот жанре. Вы знаете, можно и нужно, и проводятся такие вещи, но мне представляется, понимаете, есть вещи, хорошее слово, повторюсь, просвещение, да, Если ты изучаешь культуру другого народа, да, то это, мне кажется, самое главное просвещение, которое может происходить в стенах университета, или сейчас как-то неудобно говорить о стенах университета, на удаленке, так сказать. То есть изучаешь, исследуешь. Мне, например, это очень нравится. Сейчас вот у меня есть большой проект, который называется «Крымский мир». Я издаю с общинами различные альбомы. Вот сейчас над греками работаю, и очень много узнаю из этого. До этого работал над немцами, болгарами. А это все те народы, которые были тоже на виду с крымскими татарами депортированы. Поэтому вот когда открываешь для себя, да, я не грек, не немец и так далее по национальности, но когда открываешь высокую культуру этих народов, да, этих диаспор в Крыму, то просто приобщаешься, и ты горд, что живешь в таком культурном богатстве, в таком культурном окружении, в таком культурном ландшафте. У нас действительно, у нас даже по регионам приезжаешь в отдельный или другой город, и там совершенно другая аура, обычаи, вот эти вот культурные, и как-то даже кофе варят везде по-разному. Все верно. Вам в любом случае большое спасибо за то, что пришли, за вашу просветительскую работу с студентами, и не только, и в частности вот за этот проект, который раскрывает культуру народов, этносов нашего региона. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. А я напоминаю, что у нас в гостях был Олег Габриэлян, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и религоведения, декан философского факультета Крымского федерального университета имени Вернадского.